здравствуйте дорогие подписчики канала калинка малинка пришла наша пора потихонечку делать саженцы в частности буду заниматься black джемом готовил осенью маточный корень вот в таких пенопластовых коробках хранился он у меня на улице стоял под снегом под морозом ничего чего вот одну коробку я выгрузил вот здесь чуть чуть меньше было конечно но хранился сколько было сейчас буду потрошить и потихонечку нарезать по 5 сантиметров под проращивание улаживать буду в эти же пенопластовые коробки под слой торфа и ждать две неделечки ну чё потихонечку поехали ну это саженец такой небольшой его отложу посажу сразу вот на место наверно позже про сейчас холодно некуда его воткнуть не вот такие корешочки вот они специально сажались чтобы размножать black джемсор по 5 сантиметров буду нарезать очень часто звонят спрашивают какие сорта вы рекомендуете какие сорта сажаете сами с многих регионов я думаю что каждый регион себя по-разному проявляет потому что очень часто общаюсь и по телефону и в интернете с коллегами скажем так и разные регионы одни и те же сорта показывают себя по разному black jam себя как бы первый урожайчик мы видели показал очень неплохо сейчас весной будем смотреть что покажет у нас на весенний урожай в теплице вот ну в открытом грунте само собой ну перспектива у него большая конечно пока его не было фридом практически был вне конкуренции ну у фридома урожайность чуть-чуть хромает конечно ну и морозостойкость у него минус 15 это примерно как такие сорта как вон найчис лухтей небеса могут подождать тройная корона и так далее black jam вышел конечно морозостойкость него по разным источникам от минус 20 до минус 27 27 конечно еще испытать и минус 20 даже на нем не пришлось поэтому не знаю честно как будет везти но по паспорту так вышел сейчас новый сорт виктория адрес ков которые произвело всеми знаменитую дрискал моровиллу честно даже не знаю что за виктория такая посмотрим что будет пока что black jam не очень понравился первая ягода впечатляющая честно говоря думал он будет меньше мельче фридома но по урожаю осеннему и честно был удивлен ягоди ягода очень конкурентно способна хорошая ягода у него так вот такие пол сантиметра наверно в диаметре один не звонит или пишет не помню или звонит уже просто очень много общаясь путаю а у вас есть сорт виктория новейший лучший самый лучший нету акет да есть есть чуть-чуть для себя его нужно сажать много ягоду растет у меня гектар ежевики что дальше наверно на число ты и тройная корона ягоду именно да это уже вчерашний день надо сажать когда викторию то же самого мне говорит black jam ну black jam соглашусь он у меня есть может и надо сажать да а это ну что то есть человек думает если каждый год выходит новый сорт то я должен гектар старых сортов корчевать и каждый год сажать гектар и гоняться за новинками спрашиваю него а сколько у вас посажено кэда он горит у меня один куст я только собираюсь конечно насмешил не очень сильно титанический труд и так выращивание любой культуры те кто этим занимается они понимают и знают что это такое сколько труда нужно вложить чтобы даже пусть даже не гектар пусть будет 10 соток проследить сколько нужно времени прождать от посадки уходом опрыскивание борьба с вредителями борьба с болезнями борьба с сорняками это отдельная история вообще иногда новые сорта стоя бешеную цену не оправдывают и не стоит вообще того чем старый сорт абсолютно рядом могут не стоять я пока я году не увижу ничего вообще сказать не могу очень много сортов прошло через мои руки очень много корчевалась сажалось для нашего региона подходят они для другого региона могут не подойти потому что очень много я слышу и положительных отзывов стать из крыма да это о чем говорит что примерно подобраны сорта в основе своей это у нас на час лох тэй вот частности лох тэй тот же самый лох тэй это такой бешеный сорт один из первых когда-то тоже его покупали за бешеные деньги на час я тоже покупал саженцы за бешеные деньги тогда оправдывает себя от того что я скорчую и посажу что-то скорчевать много ума не надо когда ты ухаживаешь за этим до влаживаешь но рука не поднимается убрать все время как говорится даешь последний шанс и как бы никогда такого не было чтобы мы возили ягоду там на рынок на оптовый чтобы она приезжала обратно всегда все продавали в да цена варьирует конечно вот хороший который бы хотелось там тысячу полторы ну и до минимальной кстати прошлом году я думал что как бы ежевика ягода упадет причем серьезно потому что вижу масштабы посадок по крайней мере по крыму вот по сравнению позапрошлым годом и я сильно ошибался конечно говоря потому что я вижу позапрошлым годом прошлый год то есть двадцать первый год цена относительно минимально мы сдали по 300 рублей это сезон сдавалась ягода по 300 рублей минимально дешевле практически даже вот не вспомню такую цифру чтобы двести восемь что такое чтобы мы сдавали тот же самый лукты многие говорят что лукты мельчит ягода мельчает не конкурентная лукты одна из лучших у него транспортабельности вообще на сегодняшний день и каждый для себя выбирает можно посадить ряд фридума ряд лукты ряд найчиса примеру одинаковых рядов с этого же ряда лукты соберете 10 килограмм найчиса семь фридума пять за один проход это условно я говорю и каждый для себя убирает сдаст он лукты 10 килограмм по 300 рублей как я всегда говорю или найчиса семь килограмм по 350 потому что он крупнее товарный вид у него покруче разговорами всему есть цена дадите цену будут брать и я тот же самый лукты из горяча не буду рубить чтобы появился какой-то новый сорт сейчас я засажу и будем первым ни в коем случае сейчас нас чуть-чуть притормаживает с нашими землями вот хочется развиваться дальше сажать дальше то есть когда есть свободные земли ты можешь проверить новый сорт не корчуя старый да это хорошо сейчас нас чуть не разбериха что-то говорят что наши по и хотят выкупать неизвестно что там будет что-то поезд будет проходить еще что-то и как бы стопорит нас не дает дальше развиваться потому что сами понимаете сколько труда нужно и финансов сложить а потом просто смотреть как это все заберут даже дело не в компенсации побаиваешься что-то начинать для крыма в общем вот как бы мы для себя выбрали на первом месте я поставил бы на час по товарному виду лухты и по транспортабельности единственное у него минус что клещ бьет до ежевичный праймарк фридом по размеру и товарному виду и по самая крупная ягода вообще начать в прошлом году вообще так выстрелил по размеру ягод абсолютно фридому тому же не уступал единственное конечно работы побольше заплетается сильно до с обрезкой волоких не чуть-чуть но ничего просто так не дает а учит а тройная корона вот мои знакомые сажают раную корону это там транспортабельность горят такая сякая ну я тоже с этим вопросом задался поехал к ним не знаю ягода хорошая тоже говорят ни разу как бы для крыма я говорю закрыл не знаю как других регионов других регионов слышал что они как и тоже люди всегда сдавали ягода та же самая тройная корона по сама по себе она вообще дурная неогены очень сильная она очень хорошо разрастается корневая у нее отличная как бы были времена у меня на час здоровые кусты просто сохли вот на ровном месте разрезая нутряк думаю может какой-то вредитель там еще что-то нет на ровном месте при одинаковом уходе стоит ряд кусты два сохнет просто с урожаем на месте остальное нет непонятно вообще с чего но бывает такую не знаю не могу так я не понял почему это происходит где упущение на есть стоят как стояли то стоят как солдаты все равно даже если вот даже взять freedom праймарк freedom не знаю мне очень нравится ягода очень впечатляющие у него урожай не сможет не такая высокая но размеры ягода впечатляют очень просто нужно сажать очень близко ремонтанты там пишут через метр в теплице через 50 а можно вообще я считаю что можно сажать сплошняком вообще не просто когда при сильном загущение как малину обрезают то есть лишние побеги на кусту оставлять поменьше разряжать чуть-чуть чтоб проветривание было и все будет нормально не знакомый посадил freedom и впечатлен и нравится ему первый год получил ягоду и остался очень доволен очень довольный остался поэтому как бы на вкус и цвет хозяина нет звонит спрашивает а вы ремонтанты пробовали тыкать верхушками пробовал зимня получилось где-то из десяти парочку ремонтант верхушками в основе своей заметил получается если размножать если цветонос не успел дать то есть побег только растет зелененький и есть возможность его пригибать вот тогда он верхушки может размножиться но когда он бросает цветонос все не давал хотя блин у меня корневая блин верхушка один раз у freedom а так получилось я впечатлен был очень и удивлен на сегодняшний день конкуренция заставляет делать товар лучше с одной стороны конкуренция это хорошо заставляет людей ухаживать и выпускать качественный продукт ну там ну я имею ввиду ягоды за счет качества конечно пробиться можно я вам скажу так я был в этом году 21 удивлен когда мне начали очень много звонить и спрашивать объемы ягоды объемы то есть людей не интересует 20 килограмм ягод в день людей интересует полтонны тонна несколько тонн ягод день то есть были такие запросы за счет объема тоже можно выиграть я всегда говорю что когда оптовик приезжает большой на рынок он не будет покупать у 100 человек по 10 килограмм. Он будет покупать у 10 людей по 100 килограмм. Потому что это экономия времени. И если он у тебя раз купит объем ягоды и ты его не подведешь с качеством, то ты продашь ее всегда. И договоришься всегда. Даже по цене. И будешь заинтересован, чтобы завтра не ехать, а чтобы у тебя забирали из дома. Потому что ты будешь экономить во всем. Во времени. В первую очередь. Так. Ну что, ребятки. Закончил я нарезать первую партию. Вот так у меня получилось. 10-литровый ящик пенопластовый. Просеял я уже вот здесь кокос. Кокосовый субстрат все знаете, да? Просеял через ящик. Вот был кокосовый субстрат, взял его. В принципе, все равно. Подходит и торф. Вот. Ну, конечно, кокосовый субстрат это отходы уже я показываю. Крупные. Кокосовый субстрат, он увлажняется легче и влагу держит хорошо. Вообще, повторное использование торфа не рекомендуется в априори. как бы. Вот. Сейчас моя задача, что сделать слой в ящике сантиметров 5 субстрата, уложить маточный корень близко к друг другу, ну и сверху слой пару сантиметров этим же субстратом сделать. Вот он, влажный уже, готовый, даже можно не поливать. Буду делать в пенопластовый, потому что пересыхает в таких ящиках быстро. Здесь у меня теплый пол сделал, я его уже подключил. Греть будет потихонечку уже. А с освещением налажу все. Как бы климат здесь хороший. Ну, до проращивания дней 10 у меня еще и есть, как бы. Вот так. Ну все, в принципе, приступим, как говорится. Пенопласт, конечно, хорошо и влагу держит, и вот на улице оставляешь. И наматку мы высаживаем в нем малину и ежевику, конечно, блин, очень хорошая вещь. Лавочка закрылась наша в метро. И теперь достать сложновато чуть-чуть. Вот так, конечно, хорошая вещь. Все, приблизительно вот так уложу. Где-то пол пальца вот так. 3-4 сантиметра получается. Еще добавлю чуть-чуть. Хороший, приятный для работы грунт. Все, вот таким образом. Есть, готово. Опа! Есть. Ну, как говорится, поехали. Теперь буду плотничком друг к другу в общую кассу улаживать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Ну все, как-то так С вами была Калинка Малинка До новых выпусков Будем ждать сходы Всем пока